ребят всем привет добро пожаловать на мой канал как вы уже понимаете я в новом доме сейчас у нас где-то начало 11 но я пришла сюда переоделась и вот решила немножко отдохнуть с вами поболтать потому что я сегодня с 7 утра уже на ногах как всегда софия проснулась софию сад сегодня очень много времени потратила вообще для того чтобы ее туда отвезти удача я ты так будешь пилить саре у нас ремонт вот этот самый пока отвела пока подписала все вот эти вот новые вещи потому что все наклейки как всегда в саду но я туда их специально отнесла если честно потому что бывает такое что что-то сдирается в общем надо прямо на месте подписать а ты как будто ну понятно сегодня какой у нас план и действий ну муж уже покрасил потолок уже покрасил стены частоте покажу вам сейчас будет класть или ложить как скажете так и будет очень правильно ламинат а я хочу перемыть и ванную перемыть кухню там некоторых местах кухню вот эту вот комфорку попытаюсь отмыть а ванной просто перемыть потому что ну как то я не совсем доверяю вот тем кто здесь мыл до не потому что они там какие-то неопрятные просто потому что я не знаю какими средствами это все мылась вообще как в общем считаю что лучше перемыть но если такая прям там капушанка и это все нужно успеть до того как забирать офис сада я кстати кольца уже сняла потому что уже все у меня тюки такие что по моему уже кольца не совсем актуально вот в общем куча мыслей как всегда пытаюсь все это выдать хочу ответить вам на вопрос одной девочки вот она задавала вопрос о том что взять с собой в аптечку когда летишь норвегию и какие продукты взять чтобы здесь меньше покупать вообще что можно провозить каких количествах и т.д. давайте так я вам скину в описании ссылку на сайт где написано вообще все там расписано кстати по русски да ну все просто как что возить таких количествах как можно комбинировать что можно возить если вы летите из страны с или если эта страна не лежит есть в общем все 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 вот это вот читайте сами потому что я ну концентрируется каждый на чем-то свое а по поводу аптечки опять же та же песня когда мы болеем мы все конечно же лечимся все лечимся лекарствами все ходим в аптеке но каждый знает что вот это мне больше помогает вот это меньше в общем я думаю что перечень вы знаете для себя сами но дело в том что в норвегии можно возить все ровным счетом то что здесь вы можете купить без рецепта ну либо аналоги все что с рецептом извините нельзя но если быть честной я не хочу вам брать то многие и я в том числе провозили вот эти вот как бы запрещенные препараты естественно не травку муранку какую-то а имеется ввиду там эти самые муж пошумит я имею ввиду вот эти вот скажите антибиотики вот это все то что здесь по рецепту если вдруг там припечешь что-то где-то запершит да там заходит то чтобы вы сами могли это все выпить точно так же всякими жидкостями даже ту же зеленку ну могут возникнуть проблемы никогда не было у меня проблем например когда я летела с киева то есть там все это пропускают как-то то ли потому что вот так вот к этому относятся знаете так как у нас ко всему то ли потому что это все можно ну вот как-то да никогда не было проблем но я том что когда вы прилетаете в тронхейм это кстати и продуктов тоже касается конкретно вот за этот аэропорт могу сказать вы можете пройти не знают два-три контроля до ваш багаж может пройти там потому что две-три пересадки у вас может быть но когда вы прилетаете сюда по прилету еще один будет контроль и вот тоже такой моментик вот эти вот парни да в основном это парни но я знаю двух которые очень хорошо говорят по-русски но это как происходит вы идете вы уже почти вышли уже вам надо вот получить багаж получаете багаж и вам говорят сюда пожалуйста давай открывай вот и когда открывают вот это вот кстати при вас все это вот вы смотрите на это он одевать перчатки и начинает а что это а что то ну как бы приятного мало и вот мои знакомые стояли так узнаете при нем его обсуждали по-русски вот ну не знаю что он говорит вот но естественно мы как-то да конечно говоря нашим языком попустил поставил на место но это все было неприятно и вообще непонятно потом после этого как вообще человек дальше отреагирует вообще да на вот и так ситуация не очень тогда если тебя досматривают да что может спасти ситуацию с аптечкой когда вы покупаете это все в аптеке берите с собой чек и берите вот в этот пакет где будете перевозить туда и уложите чтобы если вдруг вас здесь начнут так вот шмонать этот чек был чтобы видно было сколько это стоит чтобы препараты вот которые лежат в этом пакете и препараты вот в этом чеке они совпадали на название потому что они когда смотрят вот на название да для них это они не знают они шли фармацевты что это чего это были кстати такие случаи когда после досмотра людям все-таки оставляли вот скажите вот эти все препараты фух пристал жужжать это в том случае если вы сможете аргументировать что вам это очень надо что вы очень больны скажем так что прям без этого никуда и ну естественно это не будет касаться там каких-то наркотиков там психотропных а если это это просто вот вы объясните что это антибиотик что я например была в украине там не назначили вот мне нужно там например дупить там до окончания курса вот я знаю девочку которая так вышла из положения и эти антибиотики потом в итоге оставили вот так вот знаете сказать смело что вот берите то 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 обязательно провезете ну как-то нет были кстати вот касательно продуктов в случае у меня ну и я тоже так делала то есть провозили мы то что я с украины летя не имею права делала я это ну то есть там какую-то опять же колбасу кусок мяса сало вот но это опять же если вы не попадетесь на этот шмон и чаще всего в транхеями вот конкретно шмонают самолет с риги и сталина то есть там где вот наших больше всего потому что конкретно через сталин классно лететь потому что у тебя только одна пересадка бакаж идет сразу на транхеем аэропорт маленький мало стресса и билеты не такие дорогие то есть ты сел прилетел и наших там реально полно вот те которые пользуются конкретно этим рейсом поэтому вот имейте ввиду если у вас билет на этот самолет то вообще не факт что вас не досмотрят вообще не факт что у вас все это отберут или не отберут в общем не знаю даже что вам посоветовать вот рассказала то что то что знаю то то что смогла надеюсь чем-то помог все комфорочку эту замочила пускай она немножко покиснет вот видите какой здесь хаос это блин даже не половина еще вещей да так что я говорила трусыновский противогаз это то что было на чердаке там вещи софийкина в общем все вещи вот для малыша точнее не все а здесь в общем часть давайте я сейчас вас свожу пока мужу покажу каком на какой стадии процесс вот вот еще что тут человече роботы добрый день даже работа попала вот уже лужи ты кладешь ты лужишь или кладешь как это правильно я положил уже положила в общем потолок уже готов остался только вот этот вот шнур для новой люстры я не знаю что там будет вот такого цвета у нас будет плафон ну мы посмотрим плафон или нет такого цвета стены мы потом сделаем белую мебель антипехно улической отверстие ты короче состри а еще что расскажешь нафиг нафиг в общем да процесс идет Даня пропорции пробрал и плотуды зипсувал девочки отодравила смотрите знаете кто мне в этом помог точнее что помогло вот супер средство замочила это все где-то на минут двадцать оно постояло блин ай тогда вытру оно так у меня постояло где-то да минут двадцать может двадцать пять и потом обычной вот такой вот губкой с Райма кстати потому что в других магазинах вот здесь очень ну какое-то нежное а это как раз такое вот короче нормальное как раз такое как подходит к этим плитам что оно и не царапает и в общем очень хорошо моет вот и полтора часа вот я драила ее ну я это сделала чувствую себя прям героем хотя казалось помните как я показывала на вот когда мы въезжали там вообще все очень было печально казалось что это оно просто ну как бы как это сказать правильно зажарено да что все это уже и баста но нет видите вот супер средство еще раз говорю да и немножко водички и губка и ваш труд два часа и все чиги бамбуча сейчас покажу вам результаты у мужа уже надо мне бежать за Софийкой не все я сегодня успела помыть ну ничего я справлюсь 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 завтра думаю завтра буду домывать вот парень работает парень работает парень работает ес ес музыка у тебя классная я не знаю я обиделся но все все я за Софийкой побежала давай ну а Продолжение следует... 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 А есть детки, которые реально едят, и вот они могут сказать, что вот, ну вообще-то взрослые люди этого не кушают, но ты решаешь сам. Ну вот, как ребенок решит, так в итоге будет. Ну, в общем, да, есть в этом, конечно, свои плюсы, а минусы в том, что, опять же, вот каждый день приходится стирать, это все сушить. Поэтому в Норвегии, если у вас есть дети, сразу покупайте вот терке Трумель, вот эту вот машинку, сушилку, потому что без нее просто никак, просто никак. Вот, так я же все умудрилась, вот в темпе вальса, быстро потом после садика на остановку пойти, съездить на Тиллер, купить курточку, и за одну минуту до того, как у меня закончился билет, ну то есть это все я сделала за полтора часа. Поэтому я успела сесть с Софией в автобус и приехала домой. В общем, спасибо Богу, просто, ну конечно, да, если бы этот билет закончился, купила бы новый, но просто сам факт, вот так вот прям повезло, можно сказать. В общем, муж звонил, уже почти он там на финишной прямой, говорит, что тоже очень сильно устал, ну довольна, что я ему этот мидок принесла, поэтому это уже хорошо. Сейчас Софией пойду прям с ней туда вниз, где у нас машинка стиральная, закину там целый пакет просто, вот мусорный пакет белый, полон вещей. И вот эти вот кроссовочки, что я купила, сегодня же она уже все вымазала, сегодня уже их надо стирать. Вот, а потом зайду в квартиру и покажу вам курточку, которую я купила. Это оранжевый. Ты, может, этот самый, вот так надо поздороваться, может, поздороваешься, скажешь всем привет, скажи привет всем, привет. Давай смотреть курточку вместе. Давай. Вот такую куртофах я ей купила. Тоже такая ветровочка она, совсем, как раз на ту погоду, которую у нас сейчас. Да, оранжевый это? А ты си. Оранжевый. Да. Вот расскажи, пожалуйста, вот как другие детки эту лужу обходят как-то стороной, а она тебя так просто и манит. Делаешь вид, что играешься, я поняла. Угу. Стыдно тебе? А? Не думаю, что ей стыдно. А ты синий? Где? А ты синий. Ну, это там под камином лежит синий, да. Надо пойти достать. Это красный. Оранжевый. Зеленый. Где? Зеленый. Так вот, об этой курточке. Классная курточка, она стоила, вот смотрите, 600 крон, сейчас за 250. И, кстати, мамочки, кто не знает, ну мало ли, кто-то не знает, хотя я думаю, что уже знают все, кто живет здесь. В Атлете эту курточку я покупала. Аутлет. Вот. Там еще есть такие, наоборот, вот такого цвета. И отделка вот как здесь желтая, вот, как это, скажите, розового цвета. Блин, я уже вообще не всегда забыла. В общем, хорошая такая курточка, мне понравилась. Такие же, ну, такие же, аналоги, скажем так, есть кубус, но они без капюшона. Капюшон, это, конечно же, очень важно. Это же важно, скажи, Софийка. Сейчас пойдем твои кроссовки мыть. Кроссовки, кстати, да, вымазала, но не очень. Я там посмотрела, я сейчас, наверное, просто их вот губкой помою так хорошо с этой стороны, и все. Не буду сегодня уже их стирать. Классная курточка у тебя? Померяем? Да. Что? Это черный, а там написано белым. Да, белым написано. Я уже знаю, о чем ты будешь спрашивать даже. Наверное, давай попрощаемся со всеми, давай. И пойдем мыть кроссовки свои. Я твои тоже помою, ладно уж. А завтра ты мои тоже, хорошо? Хорошо? Что? Хорошо или нет? Ну все, давай, скажи всем Хадебра. Все, все, ладно. Ой! София, что это такое было? Это был финт от Софии, да? Да. Так что, давай скажи всем пока-то нормально. Скажи Хадебра. Скажи, хадебра. Все, хадебра. Скажи. Рада была вас видеть. Все, ребят, всем пока.